Так, в общем, я посмотрел видео, вам очень понравились анбоксинги, да? Вы любите, когда всякие сумочки открывают и копаются в них? Так вот, значит, маргинальный хмырь торгует на рынке, на барахолке, да? Вообще, мы откинем вот этот чушь. Торгует на рынке на барахолке. И, соответственно, у него есть товары. Вот, давайте открывать эти сумочки и посмотрим, что там. Что же он продает? Вот, он же учился в ПТУ на продавца, он всё может продать. Вот он, что носит. В технике он не понимает ничего, но, тем не менее, пытается. Вот, два патч-корда в одном, да, обычных, кажется. Они бывают как бы обычные, а бывают, да, то есть такие, где провода перепутываются все. Но сейчас сетевые карты, а не им пофигу, да, как подключено. Так, что дальше? Дальше у нас жёлтенькая зарядочка. Жёлтенькая зарядочка. Она, кажется, для айфона, но нарисован на ней какой-то спиннер. Обратите внимание, спиннер, значок спиннера. И вот тут то же самое, да? Значок спиннера, да, давлённая на пиздец, конечно, да? Её надо разкинать-то, а ломик туда засовывать, муха улетает сюда. Улетай, муха, улетай. Вот, надо просто ломик засовывать, тогда она починится. Фиг её знает. Нахер она кому нужна, так и в фикс-прайсе стоит. Копейки они, правда, покороче чуть-чуть, но да ладно. Вот, продаёт всё равно, и он похрен, он не разбирается ни в чём. Может, он даже сам её раздавил. Так, вот. К материнской плате от Гигабайта. Сата, Идея, шлейфа. И, конечно же, пультики он увидал. Он работал долго в магазине Раддиталь. И пультики пользовались спросом. И их все искали, да, и... Заходили именно за ними, за ними в магазин Раддиталь. И он думает, что эти пультики от аналоговых, от старых телевизоров, от видеомагнитофонов, от каких-нибудь вот этих доисторических. Видите, какой доисторический пультик? Это вообще анекдот, да? Вот. Как бы он ещё на кроне не был, что-то сюда батарейку детеорть не надо совать. Вот, представляете, это от видеомагнитофона пультик. Не разбирается ни в чём. Думает, от телека не внесёт, да? Девочина, да? Ладно, чего там по пультикам? Так, фуна, это вообще пиздец. Притом знает сам, что телеки эти уже никому не нужны. И никто их в здравом уме не будет фигачить. Да, даже покупать их не будет. Универсальный пультик на телевизоры. Чё за ВЦР? Тоже какой-то магнитофон, да? ВЦР, да, там... Удлинитель не буду доставать. Пробка, да, пробка обычная. Работает. УХЛ-4. Такие как-то у нас были, да? 16 ампер. 16 ампер, её при этом не убивает, похоже, видите? Её заклинивает, её не убивает, то есть... Да, как бы... Не убивает сразу, и вот тут вот, видите, чё? То есть она опасная пробка, она... Если надо будет, она не выключится. Тебя будет током убьёт, а она не вырубится, да? Это... Народ просто вставляет, да? Кто-нибудь из маргинального хмыря потом... Скопытится, может быть. Так, вот ещё от стата провода, и от Самсунга... От старого Самсунга гарнитура. Или нет, не от старого Самсунга, посмотрим. Да, от старого Самсунга. С-серии ещё. Ну, конечно же, все любят игрушки, да? Там же коллекционеры ходят. Коллекционируют всякий калу, вот. Вот, игрушки у них как бы в ходу. Но в ходу они тогда, когда они в хорошем состоянии. А вот в таком убитом они, то есть, торгуются, торгуются, до 25 рублей сторговываются. А так, маргинальный хмырь, говорит, 300. 300 отсосил тракториста, говорит он. И пытается продавать за 300. Так, вот. Брелочек. Не знаю. Бендидорм. Не знаю такой город, где Бендидорм. Брелочек вроде не битый особо. Чуть-чуть битый, конечно. Бендидорм. Не знаю, где это. А то бы я разобрался, да? Я вниз перемещаюсь, чтобы лучше видеть. Так, вот он даже по незнанке. От собственного компьютера продаёт вот эту хрень, да? Это, да? От БПшечки, от модульной. От его же, который в его же компьютере стоит. Но не разбирается он, потому что в технике суперпрошаренный. Это пультик Томпсон. Сложно сказать, что это такое, но... Это телевизор, знаете, какой? С телетекстом, да? С телетекстом. Помните, такой телетекст? Зажимаешь, там, как предок интернета такой, да? Вот. Телетекстом, да? Кажись, автокамера там какая-то была. Ну, вроде телетекст только, да? Обычный телек с телетекстом. Каких было миллион. Вот эту машинку мы смотрели, да? Нет. Нет, ни херашечки. Другая машина, смотрите, какая. БМВшечка, да? Я же говорил, что он по 300, да? Но этот ещё может случить за 100 рублей, конечно. Можно же за 200, навряд ли за 100 рублей он её продаст. Несомненно. Дураков на свете полно. О, идиотов ещё больше. Это что? Это зарядка старая. Под первые айфоны автомобильные. Автомобильная зарядка. Под айпадик даже, кажется. Под айпадик, правда ты? Притом, наверное... Не, не оригинал, он next. Он next. Оригиналом тут не пахнет. Так, что ещё у нас стоит из пультиков? Ой, хумла. Пультик хумла. ТВ и радио. Может и музыкальный центр, правда, не знаю. Хумла. Никакой хумла не знаю. Часы православненькие какие-то, видите, с крестиком. Или католические, или православненькие, не знаю. Впервые такие вижу. Ну, то, что им пизда, это понятно, да? Что они где-то валялись. Вон, даже проржавели. Стэнли Стилов Бэк. Жак, Жапан Мофт. Написано Селена. Селена. Платином. Номер. 72, 48. Непонятны для меня такие вещи. Вот, часы, может, кто-то хапнет, но это кварцевый обычный, да? Вот видите. А застёжка вот сама регулируется. Не подтачивать, не растачивать. Просто сажаешь на любую руку. Она автоматически туда зафигачивается. Что ещё дальше? Ещё машинку мы посмотрим. Машинка ещё одна. Вот видите. Классненькая такая. Но это вообще детская игрушка. Это гремушка чисто вообще. Это даже десятки не стоит. Это чисто вообще пластик. Это не железная даже машинка. И какой-то супер пультик. А не после терминала. Нет, пультик. Пультик в кожаном. Вот видите. Не надо делать пакет было. Он, да. Опять от телевизора. Panasonic. От настоящего. Вот видите, какой диод большой. Большой диод какой, да? Батареи там вот 4 штуки надо было вообще. Представляете, какая прожорная скотина. Тоже с телетекстом. Но при этом телек, скорее всего, из 90-х. И оно с телетекстом еще, да? Вот. С режимом hold, да? То есть до выключения сколько минут, да? И вот эти вот телеки. Видите, 4 кнопки. Вот эти цветные. Они как бы из 90-х. Там не только будильник есть, но... Это, да? Там можно играть в какие-то игры, да? Трешовые. Три игры засунуты. Игровые автоматы, рулетка, да? Вот эти. Однорукие бандиты. И вот этими кнопками их можно играть как-то. Нажимаешь синий, входишь в меню этих игр, да? И потом фигачишь, да? Угадай, да? Угадай там чу-то чу-то кредку, да? И в однорукого бандита можно играть. И еще какая-то игра с цифрами связанная, я не помню. Была во всех панасониках. Дальше пультики. Пультики бывают забавными, кстати. Вот это точно музыкальный центр. Вот чем угодно, да? Сказал, СЛЖ опять, да? Но это точно музыкальный центр, да? Прямо вот сто процентов, да? Или маэтафон, или музыкальный центр. Но это музыкальный центр. Я готов поспорить просто. Хотя я и не знаю точно. Дальше машина. Вот, машина и тоже пизда пришла, конечно. Но она железненькая, да? Но похуже уже сделаны. Уже колеса, видите, какие. Совсем трешовенько поставленные. Не знаю. Написано Маджоретте. Маджоретте РФЦ 292. Модель Лексус. РХ 400 Эш. Так, дай, чтобы маргинальный хмырь продает. Вот. Даже вот такую хрень он понес на рынок, потому что ни в чем не разбирается. И это хрень, чтобы лампы такие были, да? Которые на кухне вешать. То есть, галогенные лампы эти. То есть, дневного света. Не знаю, правильно их называть галогенными. Дневного света просто. И они объединяются просто в линию так вот этими. Раз, одна за одной ставилась. Вот каждые лампы. Продавалась вот такая хрень, да? Подряд. То есть, ставилась. И как пять цветовых мечей у тебя висело на кухне. Вот. Дайте еще машинки последние. Посмотрим. Пультов там нет уже. В этом пакете, как в пакете закончился. Там саташные провода. И этот пакет кончился. Вот. Вот так. То есть, да, машинки. Смотрите, какой джипик. Уж катается. Прикольный даже какой-то. Нет, конечно, он по-другому сделан. Но мне нравится он. Кажется, он прям даже какой-то или алюминиевый или какой-то, потому что он легкий такой. Прикольно еще катается. Вот это круто, да? Это говно, конечно, все. Вот это гоночное говно Вообще не люблю Ни гоночные машины, ни в реальности Ни игрушечные, но они, видите, никакого эффекта не интересны Хотя она, видите, коллекционная Типа, до 1994 год Rising Champions Inc Сделано, конечно, в Китае, но 1994 год Это рожелетет, вот это ещё, может, что-то стоит, да? 150 рублей я бы оценил На реальную цену Такую, да? Это опять говно какое-то, да? Citroen, Xara, VRC Maggiorete Это уже современная хрень Ладно, пакет разобрали Сейчас я ещё один разберём Потому что нам делать некий Так, ебанок Или нахуй Вот Вот в этом пакете поинтереснее начинается Чисто компьютерная тема пошла Компьютерно-планшетная Такая, да? Так, зарядочка Зарядочка уже не первый год У нас на рынке продаётся Выход Казалось бы, микро-USB, да? Или мини-USB Но нифига Он особенный Особенный, да? Я такого не видал У меня такого не было Он особенный Он меньше, чем Микро, да? Или мини То есть вообще не формат Что-то средний Наушники В Африке наушники Да, оперативка ДДР вторая 512 мегабайт 5.5 15 Не лучшее Ну и ладно 5.5 15 Вот эта плата в ходу Я как-то обозревал Я не понял, что это за плата такая То ли это ноутбучная плата какая-то То ли это микрокомпьютер какой-то Я бы сказал, что это какой-то микрокомпьютер Или контролер, да? То есть какой-нибудь карт-ридер Или еще что-то Потому что сюда все вставляется Всякая хрень, да? Вот И все вроде фигачит, да? Но может быть это плата от принтера Или еще от чего-то Я не в курсе Я не знаю Пусть он разбирается сам Так, так, так Сгремело что-то там Что-то там загремело И посыпалось и все Значки Это значки Значки всякие хрени, да? Не буду показывать, да? Вот Покажу со звездой один только Вот Юный наш Владимир Ильич Ленин С кудрявой головой Да, что-то парня Когда он катался, да? Маленький, по горке ледяной Да, вот Что там еще? Свинья Как настоящий Ладно, значки Ну их нахер Рассыпется еще Давайте мы их отложим сюда Давай их специально даже просыплю, кстати Так Вот уже который год Не может продаться Говорящий кот Том Я обзор на него делал Два года назад Кажется Или год назад А так он не может Не сможет продаться Да, потому что Он за него хочет Пятьсот рублей Белый кусок этот И фиг он его продаст Когда Так Это что? Упало, блин Блин, переходник на наушники С какого-то Сименс Или Сименс Или с Ноки С Ноки, кажется Переходник, да? Какой-то На мини-джек Притом на 3 На 3 Да, 3.5 Херота, да Это есть Это что? Какие-то монетки Жетоны на метро Не ликвид В общем Есть гривна украинская Современная Вот это Какая-то херота, да? Корейская Ладно, это всегда Вот джойстик от Сеги От клон Сеги Про 16 бит Притом современного Из 2000-х годов Кулер Вот кулер Когда покупал, да? Вот этот Где он работал Там товарищ, да? Сидел Директор магазина Покупал по 1000 рублей Их И вот с тех пор Жадный на них Маргинальный хмырь И не может их Продать никак Пуш хочет 1000, да? А ему говорят 160 рублей Вот тоже Интикваря от прошлого, да? Что-то тут Залитый уже весь Обычный переходник Так Ну там для Сеги Там и Сега наверняка Есть в этом пакете Есть и Сега Только она убитая Вся раздолбленная Так, дальше Так, зарядка очередная Я даже вытаскивать ее не хочу Очередная зарядка Кончается она Нокивским То есть проводом, да? Несмотря на то, что Начинается как в современной То есть вот так вот Цепляется, да? Ее заклинило, похоже Она уже не цепляется И все пиздец В конце там Опять как будто Патчкорд Убитый Вольфрамовая проволока На катушке Док-станция для телефона ВГА-кабель Стандартный ВГА-кабель Убитый весь Вот видите Как в оригинале Разбирается Вот это Работать уже не будет никогда То есть будет Напредаваться То есть будет Какая-то часть цветов Или монитор Мне будет определяться А если будет определяться То предаваться Будет какая-то часть цветов Только Так что это херня Да, полнейшая Опять Провода от Блока питания Какого-то Я его не вижу Чтобы он тут был Я сказал Док-станция Это зарядка Для батареек Для какой-то Фотокамеры Скорее всего Или он называется Просто фотокам Скорее всего Да, вот Вот Заряжает только По две Или по четыре Вот Да Вот такая вот Штуковина Интересная Достаточно Было бы Что им заряжать И для чего И антенна Для телека Там антенна Для телека Простого Которая Даром Не нужна И антенна Или нити Купленный Где-то Наверное Для самого Него В магазине Просто В хостоварах Куплит с 90 А сколько Он его впаривает Неизвестно Вот В общем Такая продажа И его В этом хмыре Ну еще покажу Если не показал Я как-то записывал В одном видео Что это есть А вот Лом платы Жестких дисков Лом жестких дисков Сюда идут Только ИД-шные Жесткие диски И они Отправятся Просто на металлолом Где-то 120 рублей За один диск Платят Их просто Дробилка Расфигаривают Там На алюминию Или на Что еще Что-то И платы Тоже Разбирают Да Там А Саташные Диски Идут На продажу Так что Саташных Дисков Тут нет И быть Не может Вот Вот Такие Вот Дела Такие Вот Продажи У маргинального Хмыря Не знаю Кто выдержал 19 минут 15 секунд Где-то Все видео Не знаю Когда началось Но 19 минут Я думаю Еще и оставлю Там только Небольшие Заминки Есть Надо же На пол Плеваться Да Вот Кто Выдержал Ставьте Там Лайк Или Коммент Пишите Что вы Выдержали Что вы Супергерой Пока На том Good Night Супергерой Продолжение следует...